вот издали мы свой байк его даже практически не проверяли по моему вообще не проверяли ну да он там был и так по цены куда мы его упали на ту сторону кстати нам до этого ребята рассказали тоже русские горят ой мы мол специально взяли второсами не новый поэтому я тоже хотела взять царапанный и не зря так что если вы еще не опытные водители лучше берите царапанный а то новенький возьмете как он ты хотел эту свою ямаху здесь походил здесь тоже за ним ямаху это или как ты хотел новенький блестящий много чтобы мы потом делали вот с этим не махает но не это такая так ничего тогда за это время мы проехали порядка 115 километров и прошли пешком где-то один с половиной получилось у нас там всем по пляжу по буди мы объехали на 7 пляжей при этом понравился нам больше всего сурин где богачи отдыхают не даром они там любят отдыхать мы с ними согласны на втором месте остается наш любимый корон со своими поющими пусками а третье мы кому на инхармену решили отдать вон рыбку пойдешь рыбку пойду 3 на инхармен наверно спать спать не меня кормить добрались не до рыбок много помечтала еще с униска ногами не двигай не тебя боятся ну ладно на чем мы там остановились остановиться на пляжах на том что нам больше всего понравился сурин остается корон тоже среди любимых третье место мы отдали на инхармен за живописность он не такой как вообще как пляж-пляж но вот по красоте он нам больше всего понравился понравилось не на буди есть что посмотреть ну вообще без денег что посмотреть в целом мы отдали 250 бат еще 300 сколько 150 бат мы сплатили за бензин купили 4,5 литра в бак вылезает 7 литров расход я не знаю ну какой то никакой 4,5 литра которые мы залили на самом деле все гораздо дешевле права никакие никто не спрашивает менты никого не останавливают ну да я их и не видел завалился я по глупости не набрал определенной скорости после того как ноги можно убирать а я убрал ноги потом смотрю иначе начинает заваливаться и газонул еще растерялся и все ну ничего никто ничего даже не посмотрел в общем было страшно я не терпелась я не знаю как люди постоянно с этим ездят но к движению к окну лево к лево стороне к лево стороннему движению привыкнуть оказалось не сложно я думала что с этим будет туже потому что пешком очень тяжело сообразить на машине едешь и едешь на мотоцикле левой стороной придерживаюсь очень тяжело поворот направо ну когда через тречку да там через двойную сплошную через разделительную без светофора без светофора без светофора у них вообще по 3-4 минуты мы так и не смогли дожидаться я плевал и ехал уже так на лево мы сначала возмущались что местные едут на красный свет но потом простояв там минуты 2-3 поняли что нет нафиг и поехали тоже так два раза было в целом ничего привыкнуть можно ничего страшного в этом нету главное как во всех подобных вещах быть уверенным в себе если как только теряешь уверенность начинаешь жена ну и тоже быть самым уверенным тоже не стоит я вот тоже проехал 70 км расслабился думал уже аз профессионал хотя первый раз вообще в жизни сел за мотобай кроме велосипеда ничего не садился и самокатов пальцы убери хватит кормить ногами пускай питаются вот плохо мы не успели встретили закат на как называется на Найнхарм а потом оказывается не надо ехать через круг челом то есть прямая дорога сюда на Кату и всего-то минут десять езды если не меньше она идет через ну прошлый перевал трудно назвать там 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 две смотровые площадки даже больше наверное две оборудованные но есть еще дикие площадки там такие виды шикарные открываются на все вот эти корон, катар на все пляжи ну да еще на закат это все было здорово но не попали я думаю в следующий раз мы тупо приедем возьмем байк на все время это будет значительно дешевле и будем просто по разным пляжам бегать ну все заодно практиковаться педали ну только я не знаю если мне настолько будет страшно я еле пережила этот день я разогнался до девяносто оказался байк резвый до девяносто разгоняется слегка и даже больше у меня просто начал уже шлем подниматься я его не затянул как следует но у меня вот так поднялся мы хорошо еще взяли шлемы такие не такие как обычно а такая но все равно когда стемнело в очках в защитках уже темно было есть а шлем имеет определенную тонировку тоже неудобно плюс еще искажения у меня там все-таки не стекло некачественный пластик и все поэтому пришлось поднять у меня глаза еще в песке там все равно как ты едешь вот это нюанс тоже надо учитывать хоть подводные очки надевай и езжай я не знаю как они вообще сами ездят и без шлемов ну да потому что меня очень удивило люди по встречке я в левом ряду они еще левее но только на тебя по встречке с ребенком с нашими пирогами там ну тут как-то все спокойно прибавили в отношении короче движения да для них не существует ни раздеретных полос ничего вот я не сделал и забрал и оказалось что байк в принципе совершенно спокойно справляется с этими сборками ну да мы нам сми маршрут он нам неправильно показал не тот заезд вернее там был заезд только на джеке можно было проехать пришлось опять ехать через встречку проезжать там горки крутые вообще без проблем 40-50 ехал на единственное что неудобно оказался клик немножко у меня во первых очень сильно болела поясница под конец поездки у тебя тоже спина болела? у меня тоже что надо ровно ехать но подоставляешь что меньше ветер дует я ехала ровно но при этом я не знаю как на других но на клике поясница ужасно болела и ноги хотелось вытянуть все время в согнутом положении может конечно еще все со страх потому что я вся скрючилась напряжение ехала может если бы не боялась было бы легче но в следующий раз попробуем как вы пивеси пивеси там я маки там много разных вариантов надо просто было посидеть посмотреть ладно заканчиваем да тут наши ноги не доели еще не пера ни случаев сидишь все ребят давайте счастливо путешествуйте занимать спортом на можно брать байки это раскрывает новые горизонты прикольно попутешествовать ну да на токтуке мы уже попробовали так что на этом тоже ну ладно всем пока всем пока не забывайте пока не забывайте пока не забывайте не забывайте что как